С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте! Ну, прежде всего я хочу сказать, что у нас декабрь и впереди Новый год, и поэтому сегодня мне бы хотелось поговорить с человеком, который умеет подводить тиктоги, потому что он редактор газеты, он журналист, он человек, который не просто интересуется, занимается, но у него история – это его сущность. Хотите, я вам скажу, что он 10 раз, 10 раз, 10 поступал на исторический факультет Киевского университета. Мне кажется, я не знаю таких людей, я честно вам скажу, не знаю таких людей, которые бы 10 раз поступили. И поступил Михаил Трипольский. Трипольский, правильно, вот так будет звучать. И это редактор газеты «Русская реклама», и это журналист, и это наш гость. Михаил Трипольский. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Всех приветствую вас также. Скажи, пожалуйста, ничего, мы на «ты» продолжим, как жили, так и продолжать будем в эфире, как коллеги. Скажи, пожалуйста, я правильно назвал цифру «10»? Немножко ошибся, 8. А, 8! 8 раз. О, действительно ошибся. 8 раз. Их на ИСФАК 6 раз. Какой? На ИСФАК и на Философский 6 раз, а тут культуры 2 раз, и получается вместе 8 высшие участия заведения. 8 раз. Но все-таки ты поступил? Поступил, да. А что произошло? Каким образом тебе удалось все-таки поступить? Я понятия не знаю. Им надоело? Я понятия не знаю, что когда я вышел первый день на работу, я закончил учебу книготорговыми техниками, стал товароведом, потому что это было единственное такое гуманитарное заведение, которое было, ну, и там поступало неоднократно. То есть пробивал головой все эти стеклянные потолки, и вдруг мне мама звонит и плачет. Она была у нас в Киеве, там у нас было деление на выставки, на ВДНХ в Киеве. И я в списках. А я за пару дней до этого общался с будущим деканом Тищенко, то есть профессором. И он мне сказал, ты розумеешь, хлопчик, тебе червоный диплом, но ты маешь все четверки, и тебе маешь шансов не за багато. И вдруг такая вот, такой кульпит. Я перевожу, что это небольшие шансы, хотя у тебя красный диплом был после окончания техниками, и они меня все-таки взяли. Он сказал, что это невозможное. Потом как-то стало, почему, я до сих пор не знаю, может быть для нормы, может быть для какой-то галочки. Потому что говорят, что евреев не принимали, но я когда поступил, я встречал по одному еврею, на каждом курсе, у меня были там ребята, на каждом курсе по одному еврею. Я был на первом, были на втором, один еврей, я был на вечернем, не на стационаре. И один еврей был еще на курс выше. В общем, по одному еврею это считалось как бы... Скажи, пожалуйста, ты твердолобый, вот ты бьешь головой, можешь, и голова выдерживается? Моя жена, что я не очень гибкий, особенно в политических убеждениях. То есть, я... На чем стоишь? Ну, я вот с интенцией Черчилля не приемлю, мне уже 54, но я как либералом был, так и, наверное, и до... Но мы еще о либеральности... То есть, я не меняюсь, то есть, у меня консерватизм, вот, совсем, как бы, я... Человек, который не меняется, их убеждение. Я считаю, что я правильно делаю. Я хочу показать пару фотографий из твоей юности, там будет видно, что ты был такой вихрастый, вихрастый человек. Покажите, пожалуйста, вот такой, это ты идешь посреди, да, средний, да, средний? Это слева мой товарищ, он живет сейчас в Филадельфии, Феликс. Это сколько тебе здесь лет? Тут, ну, лет 20. То есть, это тот момент, когда ты уже начал штурмовать Киевский университет? Да, это гидропарк, где мы очень всегда любили, Киевский гидропарк, такое было приятное место для молодежи, где мы и учебу штурмовали, ну, и прочее, и прочее, и прочее. А что тебе говорили твои друзья, знакомые, родители? Ну, Миш, остановись, ну, что тебе этот факультет? Или поезжай куда-нибудь за Урал, там ведь можно поступить? Ну, тоже вопрос, может быть, да, может быть, нет. Оно тоже не обязательно, мне и там могли срезать. Хотя, конечно, Украина, она имела свою специфику. Вот еще одна фотография. Это вот, да, это мой Киевский университет. А, это Киевский университет, это вот красный, красный. Это мой брат, а снимает нас мексиканец, это время Олимпийских игр, когда я немножко рисковал, ну, немножко было... О чем ты рисковал? Потому что ты отдался в Мексиканскую? Нет, потому что к нам подошел человек в таком сомбреро и говорит в Киеве, как там пройти на Львовскую площадь? Я сказал, окей, пойдемте, я вам покажу. И мы с ним пошли, гуляли, зашли в кафе, он решил сам рассчитаться, достал пачку долларов на стол так небрежно бросил. Я побелел немножко, потому что доллары, полный стол долларов еще немножко и взяли бы за... Это он рассчитывался за кофе пачкой долларов? Ну, они вот когда у него выпали, потом он к нам домой поехал на Новоскресенку, мы сели там с пивком, с вином, обменялись рубашками. Но эти фотографии впоследствии оказались в одной интересной папке. А ты потом их где-то видел, эти фотографии? Да, я их потом где-то видел, когда я имел перед отъездом одну беседу там в течение года, то там я всю свою жизнь видел. А с 1978 года по 1989 в зарисовках, то есть, когда я учился, я потом много чего узнал о себе, то есть, эти все снимки и фотографии даром не проходили, когда люди удивляются. Или была слежка, там, Олимпиада, все оно было, контора нас держала на поводке, следила за нами, и потом все это мне показали. Так, секундочку, так это совпадает с теми годами, когда ты штурмовал университет? Я поступал... Может быть, поэтому тебя и не брали, а не потому, что ты еврей? А потом поэтому взяли? Нет, 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 дело было нет. Я, они, это было сугубо их, они ни с кем этим не делились. Это не из-за этого. У меня на фотографии, тут ее нет, была другая фотография такая, у нас, минимум она не попала сюда. Там у нас, я сижу с чемпионом, по шашкам Лещинским, там еще с ребятами, которые поступали, так же общались. Это не имелось, просто одни поступали, мой там товарищ, он поступил в Киеве на инженера. Там можно было, я шел на, я потом, да, ну, я потом уже мне сказали, спустя годы об этом. Хорошо, давай мы, так сказать, все это понятно, эту страничку мы разобрали. А почему история? Почему история стала вот таким, я не знаю, твоей акклесовой... Может, отец виноват, потому что он мне с детства покупал книжки по истории. Я уже, когда учился в Киеве, 184-я школа, наш преподаватель истории, Валерий Ильич, он меня всегда сажал, сажал меня отдельно, понимаешь? Я уже в пятом классе, я уже прочел историю до десятого, можно себе представить. И он мне говорит, ну, когда меня поднимали, он был со мной и говорит, ну, Миша, сядь отдельно, и ты можешь историей заниматься отдельно. Это была диковинка для пятый класс, 70-е годы, но историю я очень любил, она во мне запала, вот с тех пор, я уже прочел учебник за десятый в пятом классе. Я и занимался серьезно, поэтому я и был в школе, в шестом классе я был главный в школе политинформатор. И ты сегодня также любишь историю? Ну, конечно. У тебя не появилась аллергия к истории? Ну, конечно, я вот, слушай, я когда заканчивал Киевский университет, у нас было 50 студентов, из них 24 взяли историю партии, 25 историю СССР, а я, значит, встречался по истории древнего Шумира, значит, такое-то Месопотамия, когда мне попытались там на комиссии задавать мне вопросы, я стал спрашивать у наших политинных работников, что такое там клинопис, что такое цилиндические печати, что такое там... Ты спрашивал у них? Да, вы так меня вот спрашиваете, насчет этих вопросов, давайте я вас поэкзаминирую, может, вы что-нибудь знаете по третьей династии Ура, вы знаете что-нибудь про Саргона Первого, вы знаете про сирийское государство, вы это знаете? Они замолкли, мне поставили госзащиту, до свидания. Но у тебя ведь должен был быть, как я помню, красный диплом, да? У меня он должен был. У тебя же все было, ты был такой отличный. У меня было три четверки, но если у нас был такой... Но красный ты не получил диплом. Потому что мне поставили двойку на весьма приятном предмете, он назывался специалист спецкурса, я имел все пятерки. Вот последний шестой год обучения наш портург Серещев, он очень любил евреев, так сказать в кавычках, он как-то сказал на вопрос аудитории, а чего так мало евреев, а уже было время переструкать, он сказал, вы понимаете, что... А что вы имеете претензии? У нас все нормально, 50 групп, человек в группе, 25 русских, 20 украинцев, один молдаванин, один грузин, и вот один три польские евреи, норма соблюдается. Вот он мне поставил двойку на спецкурсе, интересное название, решение национального вопроса в СССР. Когда он мне поставил двойку, вот для моих ребят с группы, все там разговоры про антисемитизм, все, когда они это увидели, они как бы так скорбно ко мне подходили, как бы, и мне хлопали по плечу. А вот теперь мы поняли, понимаешь, это было очень интересно, что их это поразило. Когда именно мне, которому назвался история философии, и мне ставили 10, понимаешь, за него. Потому что я любил философию, фихту, шерлинг, и все таки. И я общался с нашими офицерами, а ребята, ну, не любили, это значит, не каждый это любит. Я вообще скажу, что те, кто заканчивает из факт в мое время, может быть, 5 человек, я и никого обижать. Ну, скажи, пожалуйста. Историков, которые могли быть историками, было бы 2-3 человека, остальные просто хотели иметь диплом. Они занимались, чтобы заниматься, поэтому, ну, мне это было интересно. Я и в Америке, когда начинал здесь писать, у меня были одни из первых моих статей, это была статья по... Именно когда началась война на Балканах, я занимался Хроватией, и я писал здесь про Хазанский Каганат. У меня есть статья, которая до сих пор, я без лишних... В таком смысле она вошла в многие монографии. Это статья, где я критиковал Гумилёва и Лихачёва отчасти, это было в русском слове, где я именно критиковал Гумилёва. И она сейчас называется об извращении истории. И она вошла в многие научные работы, на меня ссылаются, как на человека, который посмел поднять руку на славу российской науки в лице Гумилёва, тем более Лихачёва я задел. Но там вообще было до сих пор, я этим занимался изначально. А потом уже, конечно... Ну, это ты делал уже, сидя в Америке. Ну, я с этого начал, но потом я отошёл, я от истории отошёл, потому что я не могу заниматься, я занимался журналистикой. И приходилось писать, когда я не работал в штате, писал по три статьи в день, можете себе представить, на машинке, которую я тут купил за 200 долларов, и писал в разные издания, как-то жить надо было. Потому что первым я был, когда учился в Хантер Калледже, я брал мастерскую программу по истории, ещё был учебный в Элфор, потом он закончился, когда жулянин дело это прикрыл. Пришлось зарабатывать, а как? Я писал статьи, это было тяжело. Я научился быть многостаночником, что потом использовали мои хозяева, они меня оценили. И в русском базаре, и в рекламе. Мы можем делать такие огромные газеты, вот как русская реклама. Мы поговорим, мы ещё поговорим. Потом уже поговорим, да. Ты главный редактор, я знаю, я уже сказал нашим телезрителям, главный редактор газеты «Русская реклама». Самый большой, да? Самый большой. В мире, я скажу. В мире, в мире, в мире, в мире. В мире, мы ещё об этом поговорим. Я хочу пока закончить, как бы, вот тот период, который молодой человек пытается стать настоящим историком. Скажи, пожалуйста, вот ты тогда столкнулся с антисемитизмом, скажем так. Ты-то понимал, что это антисемитизм? Я ещё столкнулся ещё после окончания училища. Да, а вот когда вот сегодня люди говорят, я уехал, потому что антисемитизм, я уехал, потому что мне не давали. Ты как к этому относишься? У тебя нет такого ощущения? Вот сегодня многие люди на этом спекулируют, а часть с иронией воспринимают. А как? Но на самом деле, как ты считаешь? Знаешь, оно было всё неоднозначно у нас, потому что с одной стороны, понимаешь, с одной стороны вроде бы было давление. Я, например, работал в книжном магазине, у меня была масса приятелей, по утрам они ко мне приходили, знаешь. И наши как-то так девчонки на это смотрели с таким, потому что приходили, в основном были евреи, которые... И где ребята наши работали? Рем, точная ладка, пуска, наладка, холодильная цеха, ювелирные дела. То есть ребята пристроились с одной стороны, вроде бы было тяжело. Но почему пристроились? Они просто были умные ребята, которые нашли себя. Нет, я не об этом. Это в том, что у нас с одной стороны, понимаешь, вроде бы было тяжело. Но когда я уже был, я знал свой круг общения, были препятствия. Они были, конечно, не для всех. Когда я попал в эмиграцию, и там я массу людей встречал, которые были зампроизводства, замдиректора, профессора. Их было много, истории были разные. Особенно, когда люди попали вот сюда, в Америку, особенно первые 90-е годы, им пришлось... Я вот подрабатывал, мы рекламу разносили, мешки. Там было много очень людей, которые занимали в СССР серьезные положения. Конечно, они были недовольны их нынешним положением. И много чего рассказали. У кого-то были проблемы, у кого-то их таковость не было. Много было у меня военных, которые... У меня вот есть друзья, которые военные. Мой приятель, известный историк, люличник. У него не было таких проблем. Человек прошел свою жизнь очень так ровно и не имел проблем. Это все по-разному, понимаешь? Я говорю, люди начинают спекулировать. Я был отказником, многие говорят. А в отказе мы были все. Когда мы подали документы у нас в Киеве, это была афганская, началась компания. Всем отказали, все стали отказниками. Но мы же не были в подпоре, например. Многие из моих знакомых работали, как и работали. Я имел некоторые проблемы. Потому что у меня были товарищи, которые общались с израильским консулатом. Вот Саша Корабчевский, израильский писатель, его брат, он был активистом. Их прессовали серьезно, понимаешь? Это были проблемы именно у этих людей. Потому что они занимались израильским, изучали иврит, литературу, книжками читали, рискованными. Там за такую книжку, я вот знаю, что это такое, я знаю на своем примере. Сегодня эти книжки можно купить легко или прочесть в библиотеке. А там за такую книжку шла 90-я статья. У меня тоже были такие проблемы. Я помню, когда я одну религиозную книжку так мне подарили в Манхэттене. Ну, в Киеве, извиняюсь. А потом мне сказал мой товарищ, а за нами был хвостик. Я эту религиозную книжку, у меня еще мама была жива, мы эту книжку, я извиняюсь, мы должны были ее уничтожить. Потому что я опасался, потому что к нему пришли. И ко мне зайти? А что у вас за книжка? А, у вас такая религиозная книжечка? Ну, это 90-я статья антицветской агитации пропаганды. Но меня удивляет другое. Вот ты все это рассказываешь. Говоришь о том, как ты поступал, о том, что вот такие религиозные книжки могли стать поводом для лишения свободы и так далее. И в то же время ты как-то все-таки, ну, как ты сказать, ну, так мягко, мягко, мягко говоришь. Да, было, да, у некоторых. Нет, 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 все понимают, что была государственная политика. Мы ее хорошо знаем. Она была, но это не означает, что каждый с ней сталкивался. Понимаешь, я вот когда был в Италии, вот я на сходке с Санта-Маринелли, люди остались свои истории, они поступали, пробивались. Очень многие гордили своей жизнью, вообще не знали, что это такое, понимаешь. Кто-то, один-то у меня был знакомый с Одессы, но вообще это было, это анекдот. Человек к нам прибегает с Санта-Маринеллу и кричит. Ребята, я сейчас там, нам пайки давали. Я их всех расстал, как же это все для евреев, мы имеем право. Вон там сейчас, вперед, там сейчас дают пайки. А я говорю, где дают пайки? В синагоге. Говорю, как вот здесь? Она же далеко находится в Санта-Маринелле, маленькая такая. Так вот же синагога. Говорю, где? Вот, а там крест. А этот парень сказал, что его там в Одессе и давили, и с топором за ним бегали, и мордой ему били. На самом деле, он даже не знает, что такое, он сказал, я религиозный человек, я изучал все праздники, я в Бога верю. Он даже не знал, что такое синагога, он показал на костел, понимаешь. Вот таких историй, понимаешь, было много. Я это знаю, когда мы были в Мире... Это правда, когда мы, например, были в Владисполе, нам сидели ребята из Хиаса, и тоже нас обучали, говорят, ребята, у вас сейчас будет с консулом интервью, надо это, это, это знать. И никто не знал ни еврейских праздников, знали только отдельно, ни еврейской истории. Нас как бы тренировали, потому что я когда попал в консул в Риме, я вот уже эти боли сейчас рассказал, два часа раз, мне, я был одиночка, я уезжал сам. Меня пытали, и мне говорил консул, ну так что, что вы поступали, у нас тоже поступают в Гарвардске, восемь раз. Ну и что, что у вас работа, и у нас есть проблемы у людей с работой, ну и что, это не катит на ваш статус беженца. Я был весь, мне в итоге его дали, это мне повезло, хотя вы знаете, был период массовых отказов. То есть, то, что я и говорил, это было для нас понятно, а для нее это было непонятно, потому что мало и что... Ты считаешь нормально то, что ей было непонятно, и что она так скептически относилась? Я думаю, что они все хорошо понимали, понимаешь, и все наши легенды, они же понимали, что вот эти вот все легенды, что там за людьми гоняются с топорами, что там... Человек дает свою профессию, там, замдиректора такого-то цеха. У нас там водитель, кто помнит, из эмиграции стоял на площади человек и держал плакат. Отпускайте меня в Америку. Это был замминистра культуры Узбекистана, так мне сказали. Ну, конечно, если человек приходит замминистра культуры, антисемитизм. Она не понимает, как может быть человек замминистра культуры и еще антисемитизм. Потому что были разные вещи. То есть, есть реальные истории, но часто они смешивались. Одни люди говорили правду, а другие писали себе легенды. Потому что у меня, ну, я знаю, там все еще делали, там записывали... Ну, хорошо, а если мы возьмем, я с тобой разговариваю как с историком. Если мы возьмем глобально, как ты считаешь, вот все-таки народ страдал? Ну, может быть, в каком-то моральном плане, в моральном плане народ страдал. Чисто в финансовом плане. Я знал многих евреев в Киеве. Ну, я, конечно, не могу за всех говорить. Я не из богатой семьи. Сказать, что мы голодали, страдали, этого, конечно, не было. Наша еврейская, мы отличались, мы молодые евреи, мы очень отличались. Потому что у нас у многих, во-первых, были родственники за границей. И вообще, вот наши, у меня были огромные еврейские компании в Киеве. Я не знал ни одного, ну, у нас были люди, люди работали инженерами. Инженеры, там, маленькие ставки, это были проблемы. В моральном плане, понимаешь, оно ощущалось не тако, что мы евреи. Это нам, это всегда передалось. Я даже, когда скучился в школе, у меня есть мой товарищ, он богатый человек. Можете представить, я в школе, в шестом классе, когда началась война, сходная война, я даже шел по школе и спрашивал, а ты за кого? За Израиль или за... Я не боялся. Но, в принципе, многие мои друзья жили очень неплохо. Хотя тут это морально, но ощущалось. Я вот с чем очень удивился, когда попал в Америке, именно как вот наши девушки расцвели. Вот что интересно, вот в СССР, вот наши еврейские девушки, вот часто вот стоят, вот я, откровенно, вот праздник, емкий пурс, емкий пурс, емкий пурс, похоронная еврейская молодая компания. Так посмотришь, ну, молодой человек, с кем-то познакомиться, понимаешь? И так, ну, есть одна-две интересные девушки, ну, не буду никого обижать. Кто как-то никогда давил на них? Но упал я в Америку, я просто удивился. Те же самые девчонки, но просто расцвели, понимаешь? Это был факт, потому что, видимо, как-то на них чисто морально оно давило. Это не был материальный антисемитизм. Оно именно чисто в этом плане, еще на другие люди, я был просто удивлен, когда я выходил там на пляж, на Батни Бич, ну, просто красавицы. В Киеве, вы будешь на, извините, девчонки, без обид, на гидропарк, наши хорошие девушки. Ну, чтобы познакомиться, мы, ну, знакомились немножко не с еврейками, так скажу вам честно. Но когда я вышел здесь, ну, столько и красивых еврейских, а молодежь какая еврейская и красивая. Видимо, это дух свободы, видимо, это плечи они расправили, стало другой, люди по-другому задышали. Это вот, это ощущалось, понимаешь? А вот в плане мира, вот, профессионально, у меня много есть знакомых, которые, кто-то решил, сел на Вэлфор, понимаешь? И тот сел на Сесай, хотя там занимали хорошие позиции. Они были там недовольны, а сюда попали и... И пропали. И чисто в этом плане оказались... Да, ну, смотри, вот как историк, я хочу тебе напомнить, что евреи практически были первым народом, который вел обязательное образование для малышей. Обязательно они учились. Поэтому, когда мы говорим о том, что чего-то добивались евреи в той или иной стране, и они всегда добивались, это потому, что образование – это было основа. А образование – это и сегодня самое главное. Все остальное – это все уже... Ну, нас, конечно, на наши взрослые, мы хотели быть высшее образование. Это была, как бы, такая задача, цель перед каждой... Каждая еврейская семья гордилась, если человек заканчивал университет или институт, тем более университет, это оказалось в моей семье тоже, я закончил. Ну, это просто... Это был, как здесь говорят, иншурен, страховой путь. Понимаешь, и вот другое. Я сейчас изучаю много материалов про артиста. Вот смотришь, например, эстраду артиста. Ну, столько евреев, по идее, не знаю, как было сложно поступать в театральный, но просто плеяды, куда ни кинь взгляд одни евреи. То ли скрытые, то ли открытые. Сейчас открываешь фамилии, я понятия не имел, что Гундарева еврейка. Я этого не знал, понимаешь, что она по мати, да что, какая была еврейка, не хотела замуж за русского выходить. Ну, мам, только за нашего. И вообще такие, открываешь, себя скрывают такие, но это же было. Так, посмотришь, ну, в чем этот нюанс? Так, кинь взгляд, армия... Но здесь есть нюанс. Вот, например, с Гундаревой. У нее отец не был евреем, поэтому в паспорте у нее была русская записана, поэтому все дороги уже никого ничего не выглазало. Нет, но ее чисто... Надо называть вещи... Но чисто ее личное отношение, она дала интервью перед смертью, она сказала, что мать, мать ей сказала, знаешь что, только за еврея. И там один артист, он еврей, вот я к ней сватался, она сказала, ты понимаешь, увы. Понимаешь, только мама хотела, чтобы я была... И вообще, вот так вот смотришь на многие вот так, ну, на эстрадные, на театр, понимаешь, вот сейчас на НТВ часто пока, но все равно эти артисты российские, интервью. Много очень евреев, то есть, с одной стороны, давили, с другой стороны, мы могли. Потому что у каждого человека была своя судьба. Была политика антисемитская, а тем более у нас на Украине, где был это предико Шелестов, все это помнят, что там было и как было сложно. Но Киев был... В чем у меня было особое такое царство, Украина? Там были свои проблемы, уж хуже для, ну, в плане там роста профессионального и то. При всем при том, при всех барьерах евреи снова пробивались, обходили, что мы были, видимо, нужны. Поэтому у каждого человека своя история. Секундочку, секундочку. Я хочу внести маленький нюанс, маленькое, как бы, дополнение. Просто, когда сейчас люди начинают смотреть свою родословную, почему-то сегодня это стало чуть ли не модным. Найти своего дедушку в какую-нибудь еврея, или там бабушку, прабабушку. Под кличком ударом у тебя есть возможность выехать. Во-вторых, еще какие-то льготы, еще возможности. То есть, сегодня это стало немножко по-другому. Ты вспомни, пожалуйста, те времена. Если у тебя, папа или мама, кто-то был русский, ты обязательно был русский. Если у тебя были малейшие возможности, люди обязательно указывали себя украинцами и русскими. У меня в классе было много человек, 10 евреев. Кто-то указал, кто-то нет. Это совсем не обязательно. Что, они указывали, если даже можно было указать русский, они указывали, что они евреи? Да, есть такие люди, которые... У меня племянница. Я бы этого не сделал точно. Я тогда был столь уже, знаешь, политизированный. И до такой степени я сейчас левый, а тогда я был очень правый в Союзе. Я как Урия Авнерик, который был командующий одним из батальонов. Войну заняты, а потом стал левым. Ну, это дело такое. И вот такой нюанс про антисемитизм в массах. Вот я когда закончил Киевское училище холодильщиков после школы, у нас было двое евреев, я и Гуревич. И вот нас, когда посвали на Киев прибор, ну завод. Что мы там... Там была цеха военка такая, знаешь, закрытая. А так обычный завод. Хотя вот заглушки ломами передвигать. Когда мы пришли на завод, выходит наш мастер и говорит, к сожалению, Трипольские и Гурели здесь работать не смогут. И наши ребята, которые были с нами, русские, украинцы, молдаване, сказали, они не пойдут работать и мы не пойдем. Такая была мини-забастовка. Это были шире-украинцы и настоящие русаки. Мы не пойдем без них работать. И он пошел, сказал, и видим, что не было скандала. Такие проявления со стороны молодежи, это 77-й год, понимаешь. И они настояли на этом, и нас взяли на эту работу. И там я работал, заглушки передвигал, там был в Киеве, и там ушел. Но это все было, понимаешь. Хотя я на себе много чего испытал в этом плане. Но меня не пытали и не резали. Эмиграция, 78-й год. Я ухожу из Киев прибора и год не мог нигде устроиться. Куда я не приходил? На работу меня не брали. Но были законы про то неярство. И я шел с моим товарищем, он тоже не мог устроиться. Мы шли на почту и там сортировали конверты по ночам. У меня такие красные справки, что мы не тунеядцы, мы работаем. Кто мне повезло? Я с девушкой одной, а ее мама меня взяла в библиотеку работать. На 70 рублей, понимаешь, на 80 рублей. Это было большое счастье. Потому что я не могу делать, я объясняю, я не уезжаю никуда, господа. Эскьюзми, мы вас взять не можем. И не брали, понимаешь. В то время так вот давило это вот все. Я понял, как у меня как-то около нашего, я жил на массиве, и там человек в штатском, раз, возможно, на пару секунд, ну, приплыл. Кого-то искали там бандита, убийцу. Вы на него похожи. Очень приятно. Давайте выясним. А, нет, вы не похожи. Вы работаете, и раз, справку. Да. Да, вот такая работа, ну, то, что могу. А могли же взять за одно место, подумали, похожи, тунеядец. Такие случаи были. Если жил бы тихо, ничего. Но если ты начинал где-то, что-то, что-то, уже были бы проблемы. Все это было. Потому что я сталкивался с этими проблемами на своей шкуре. А почему ты уехал? Что? Ну, во-первых, я, конечно, я давно хотел уехать. Но все мы понимали, что жить... Я же не был человек, который... Я не имел никакого от американцев промоушена. Я когда закончил Киевский университет, устроиться на работу, я не смог. Я даже вот такой пример... У меня история. У меня были клиенты. Я работал в Киеве. Кто помнит, может, меня, на книгообмене «Московская-15», у меня были разные клиенты. И КГБисты, и работники, там, служб. Вот я один назвал там техникового обувщика в Киеве. И там у нас были их администрации. Я их обслуживал, я им книжки помогал все делать. И когда я пошел к ним, стал строиться на работу, они мне спрашивали, «Миша, ты понимаешь, да просто меня взять, как бы даже не в штат, а просто читать. И то не пошло. Я там и пил кое с кем из людей из разных заведений. Стал очко меня... Да ты что, и где гуляет? Они были товарищи, там еще КПИ. Никуда, я не мог пробиться. И я в итоге, когда я ушел из нижнего магазина, у меня была там одна такая история, где меня чуть-то не подставили, я пошел в кооперативы. И перед отъездом, когда пошли кооперативы, я работал в кооперативы. Я не мог устроиться. И даже я хотел заниматься историей, мне сказал мой профессор, который он читал нам «Древний Восток», он мне сказал, ты разумеешь, в общем, заниматься шумерами у Киева, ну, это бы не моя шанса. Въезжай себе в Америку. Если я бы мог, я бы сам бы поехал. Он мне сказал, езжай, и может быть там у тебя будут шансы. Я думал, что там у меня будут, если в Америке, шансы. Окей, ну и как, как шумеры в Америке? Ну, это было, понимаешь, когда сюда приехал, и ты один, и нужно работать, и понятно, что нужен сверх-хороший английский язык. Это было сложно. Хотя я когда в «Хантере» учился, я так себя нахваливаю, но когда я брал историю СССР и России, наш профессор, он знал русский, он мне сказал, знаешь что? А я ему задавал вопросы. Я тебя прошу, я тебе поставлю пять, не ходи ко мне на лекции. И я не ходил, но я его как бы дискретил. Я ему задавал такое, что он не знал. Это же были американцы, а американцы, ребята, я вообще удивился тому уровню школьного образования, когда я поступил в «Хантер». Хантер, надо объяснить. Хантер Калыш, да, он очень популярный. И когда я брал, там, уроки истории нам читали, я, конечно, удивлялся, мир познания молодых американцев, мировой истории были на грани фола. Почему я стал заниматься Хорватии, и с этого началась моя карьера в журналистике. Я взял историю восточной Европе, центральной, и у нас была Полька, профессор. И она была недовольна моим, что я выскочка, понимаешь? Я ей все время вопросы, вопросы. Она видит, что американцы, ну, сидящие, они ничего не спрашивают, они понятия не имеют. А я начинаю, она говорит, Миша, ну ты меня учишься, Майкл, я тебе сделаю. В итоге она мне заставила прочесть, наверное, с дюжинных книг по истории Хорватии, политики. Я стал хорватологом, понимаешь? Она мне поставила потом пятерку. Это я тебе сказала, специально сделала, чтобы ты не высовывался. Ну, ты читал уже на английском уже все, да? Ну, конечно, да. Говорите мне было тяжело, а читать я, конечно, читал. Очень много, я даже читал хорватский, брал газеты, брал справочки. Я вот, моя первая была статья, вот, русском слове, именно, с чего я начал. Назвалось слово, значит, у хорватов. Это так именно назвали в газете, понимаешь? Хорошо, значит, мы этот вопрос с тобой решили. Шумерами, хорватами, это все. Я знаю о том, что ты у нас либерал, не просто либерал, а либеральный демократ, и мы с тобой поговорим о том, что такое либерал и что такое либеральный демократ. Но, уважаемые телезрители, мы этот разговор уже продолжим с Михаилом Трипольским сразу после рекламы. Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наши новогодние программы. Доктор Шапсис желает всем здорового года. С Новым Годом! С Новым Годом, доктор Шапсис! 4-6-6-6-6-6-6. Сисайд Кар Сервис в Бруклине есть. Компания Дэвидзен Турс и клуб Only You приглашают в новогоднюю зимнюю сказку на озеро Джордж с 31 декабря по 1 января. Вас ждет новогодний бал с праздничным ужином и открытым баром, комфортабельная гостиница с бассейном и джакузи, катание на тюбах, лыжах и тройках с бубенцами, а главное – физическая танцевально-развлекательная программа и море новогодних сюрпризов. Подарите себе незабываемый новогодний праздник. Home Family Care – крупнейшее в Нью-Йорке агентство по уходу на дому объявляет о наборе новых сотрудников. Home Family Care – это высокая зарплата, медицинская страховка и оплачиваемый отпуск. Home Family Care – это удобные часы работы, внимательный, вежливый персонал и немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Уважаемые представители старшего поколения, только у нас самые заботливые и опытные сотрудники. Телефон 718-975-8998. Улыбнитесь! Вашу очаровательную улыбку, а также консультацию или лечение с применением новейшего оборудования и передовых технологий вы можете получить у доктора Татьяны Король. Стоматологическая клиника Татьяны Король. Стоматология высоких технологий. 3049 Ocean Parkway. Телефон 718-333-1144. Владимир Андреев, Russian Television Network of America, ресторан «Националь», New Tours и заслуженный артист Российской Федерации, создатель группы «Доктор Ватсон» Виктор Грошев представляют группу «Мистер Икс». Концерт состоится 13 декабря в 8 часов вечера в ресторане «Националь». Заказ билетов по телефону 718-646-1225. Шоу программы группы «Мистер Икс» – это яркое зрелище. Думающий, внимательный, самый лучший. Такие эпитеты часто слышит в свой адрес врач в высшей американской категории Александр Голберг. Великолепный специалист по снятию болей в спине, шее, коленях, руках и ногах. Доктор Голберг разработал не имеющий аналогов комплексный метод лечения головокружений, головных болей и общего восстановления сил организма, утраченных после операций и жизненных стрессов. Доктор Александр Голберг. 718-759-0100. Торгпостэкспресс. Доставка посылок в Россию и Узбекистан. Мы везде, где есть UPS. Доставка в любой регион, где есть почтовое отделение. Получите праздничную скидку. Звоните прямо сейчас. С вами Борис Стенцер и мы продолжаем передачу «Контакт по понедельникам». Михаил Трыпольский – это наш сегодня гость. Он журналист, он редактор, самый большой, как он говорит, как главный редактор, говорит, что это самая большая газета в мире, самая толстая газета в мире, русская реклама. Я правильно говорю? Большая – это что-то такое. Не совсем ясно, большая. Это большая, или это толстая, или это тираж большой. Это что такое? Тираж, и больше, чем мы говорим, но она по объему большая. Столько бумаги. А тебе не жалко бумаги, которые на все дают? Мне не жалко, что они сдают рекламу. Это наш хлеб. Чем меньше будет издание, тем, видимо, придется... Вот здесь ты понимаешь. Хорошо, мы с тобой заговорили о том, что в России ты был где-то человек правого такого взгляда. Это больше на израильском, только на израильском направлении. Хорошо. А когда ты приехал в Америку, ты сейчас себя позиционируешь как либерал. Не просто либерал, а либеральный демократ. Я бы хотел, чтобы ты не просто позиционировал, а сказал, почему ты либерал, как ты стал, и как ты понимаешь, что такое либерал в твоем варианте. Нет, потому что это не катечиское выражение либерализма экономического. В Америке, насколько подмена была понятий, так вот считал Фридман, что у нас как бы левые, они оседлали этот термин. Для меня это как бы можно назвать, его очень называют социал-демократизм тоже. Это как бы синоним. Америка не называет себя демпартией социал-демократической, но это так оно и есть. Это главная концепция сегодня. Социал-демократия – это государство всеобщего благоденствия. Все равны? Нет, ни в коем случае. Не равны, а все люди должны иметь доступ к базовым социальным благам. Например, если человек работает, реформа Велфа, например, она успешная. Я бы прописал Клинтон. Мы знаем, что многие не знают, что на ней было около 15. Человек было в 95-м году, сегодня 4 миллиона всего на Велфе. Это денежная пособие. 4 миллиона? Всего. А было 15? А было 15. То есть на плохо ты считаешь? Нет, наоборот. Эти люди стали работать. Эти люди, и это нормально. Были хорошие времена, реформа удалась, люди стали работать. Но, получая небольшую зарплату, даже они выполняются в честно полезную работу. Но они никак не могут себе, эти люди купить себе страховку, это невозможно. Тем более, что многие получают больше, чем разрешается на медикейте. Они уже от него отрезаны. Они, например, работают двое детей. И эти вот футстемпы, что они получают, это как бы подспорье. Это в России пишут, что американцы не мрали от голода. Русские сайты не понимают, о чем речь. Или там русская пресса. Что футстемпы это от голода. Нет. Это вовсе не от голода. Это для того, чтобы люди могли полноценно питаться. Или работающие, как при Буше. Почему Буш расширил футстемпов? Вдвое при Буше было. Потому что он считал, что невозможно давить на владельца компании, чтобы он тебе платил больше. Но как-то помочь работающим семьям надо, считал Буш. И он заявил, я не считаю, что футстемпы это вэлфер. Нужно помогать работающим. Это тоже было бы. И главная идея в том, чтобы человек, работая, имел доступ к медобслуживанию, к образованию. Он имел эти базовые... Он неравный. Таким образом, если поднимается планка, возможности пользоваться тем или иным социальным... Ну как в Европе? То есть там нет равенства. Понятно, что миллиардер в Германии не живет одинаково с человеком, который получает небольшую зарплату. Или в Швеции. Там свои миллиардеры, миллионеры, они неравны. Они будут сюда получать больше. У них будет доступ больше. Но базовое благо. То есть во всем мире, например, вот сегодня все имеют доступ... Вот развитые страны. Австралия, Новая Зеландия. Все имеют доступ к медицинскому страхованию. А у нас этого нет. У нас почти столько людей. Это почти целая Украина. То есть ты поддерживаешь, например, вот эту реформу, которую кому не лень, ее пинает ногами Обама Керр. Ну, Обама сделал... Реформа очень важный момент, понимаешь? У нас 50 миллионов человек сегодня не имеют страховок. Из них сегодня по плану Обамы 34. Человек могут получить страхование. Это либо коммерческий план, либо медикейт. Причем медикейт получают большей частью люди, которые работают. Вот губернатор Агайо Кейсик сказал, я не могу по-другому дать им страховку. Но это работающие люди, и мы им дадим. Это 300 тысяч. Так же сделал губернатор Кристи у вас в Мюджессе. Он тоже понял, что... А как ты можешь дать? Человек работает, получает деньги. Немножко подняли ему зарплату, все. Он уже не имеет права на медикейт. А что же ему бедному делать? Он же не может себе ничего купить. Поэтому они расширяют медикейт. То же самое страховые планы. Мне вот... Нужно взять меня. Вот мой пример. Я работаю в компании. У меня сегодня страховка есть. Но у меня диабет, например. Если бы мой бы хозяин... Знаешь, Миша, я тебе больше давать не могу. Сам покупай. Вот до обамовского времени это бы стоило 1200-1300 баксов. Это же не подъемно. Я работаю, получаю среднюю зарплату. А купить себе я ничего не могу. Поэтому сегодня многие американцы смогут... Конечно, есть люди проигравшие, которые, конечно, мы платили меньше. Сейчас нам нужно платить больше. Хотя сам план, который они получают, он по услугам... Это не те вот планы, которые... А ты разобрался досконально? Ведь очень многие аналитики говорят о том, что вот эту толстую книгу, там 600 или 900 страниц, просто невозможно осмотреть. Досконально никто. Есть же какие-то основные положения. Основные положения, которые эта реформа... Главное, что она... Понимаете, что она делает? Она главное брала положение про кондишн. Сейчас же Министовиканская партия вообще не показала, что она хочет сделать в реформ... Почему? Я в этом разбирался. Потому что и у них, в Республиканской партии, тоже им предлагают изменения, которые поменяют структуру медицинских страховок. Они тоже обязаны убрать про кондишн. Это требование американского народа. Скажи, пожалуйста. И план дорожает все равно. Поэтому они молчат. Они понимают, если они опять дадут свои идеи, план подорожает, и опять к ним будут претензии. И еще более одна идея. Они предлагают сделать кредиты. То есть сейчас многие из нас... Это ведь тоже субсидия. Ты получаешь, мы получаем страховки на наших работодателей. Они же не благодетели. Они же не филантропы. Они получают списание с того, что они нам покупают. И это такая сейчас идея консервативная. Ее пока не принимают. То, чтобы сократить субсидии нашим работодателям. Это консервативная идея. И давать нам с тобой налоговые кредиты. Сколько они говорят. Хотя Маккейн, когда шел на выбор, он предлагал тысячу долларов. Но это же смешно, если план стоит 12 или 15. Откуда человек сможет покупать себе... Ему дали даже 5 тысяч долларов кредита. А остальные где взять? Понимаешь? Это не решает. Но самое главное, что сделал Обама. Я считаю, что это, мол, заговор, что он специально толкает нас в госсистеме. Но он поднял вопрос. Так больше продолжаться не может. И, видимо, если это что-то начинает не работать, рано или поздно нам придется взять эту идею, которая очень популярна в Швейцарии. Называется, управляемыми медициной. Государство, которое предлагает сделать государственное страхование каждой работающей налоги и план. Плюс частное. Такое и в Англии есть. И мы себе, каждый имеет страховой план. Хочешь купить себе частную, покупаешь себе частную. Она не такая дорогая. Вот в Канаде можно купить за 2000 такой план частный, и ты не будешь ни в очередях стоять, ничего. Это все решается. И все это вполне нормально. Но мы не будем сейчас в деталях это разбирать, поскольку это не главная тема. Вот такая вот идея либеральная. Я, например, эту идею, которую Обама делал, я тоже ее не очень-то приветствовал. Потому что это идея консервативная. Фонд Heritage Foundation. Мандат. Ты обязан купить. Я был больше за другую идею, которую предлагал Эд Кеннеди. И Демпартия Пелоса предлагала сделать государственное. Если бы мы, Демпартия, не потеряли бы это место из-за смерти господина Кеннеди, он умер. Пришел Браун, и все. И тогда был Филибастер, и все. Предлагала сделать такую вот систему, государственную систему, не медицинскую. Я хотел сделать Клинтон такую же систему. И частная. Все работает. В общем, госсистема, но частные страховые провайдеры, все частное. То есть имеет право и того и другое. Да, даже вот сегодня это все. И часто ругают мир Обаму. Хорошо, хорошо. Хорошо, оставим Обаму. Я хочу спросить тебя. Вот то, что ты рассказывал, и то, что ты как бы на платформе, на которой ты стоишь, вот как либерал, ты чувствуешь, что ты демократ. Это и демократическая платформа, демократической партии. Но ты себя позиционируешь как либеральный демократ. То есть это еще как бы серьезнее. Нет, но именно такие вот. Нет, но вот либералы, они вот такие вот и планы, вот либо кардинальные изменения системы медицины. Многие консервативные, вот, например, в Кентукки. У них штат консервативный, но у них губернатор демократ. И законодательная палата, все демократы. Но это разные демократы. Они готовы на какие-то там подвижки, но в целом они систему не меняют. Понятно. А вот интересно, ты как либеральный демократ, сейчас еще одна такая самая-самая горячая тема, это иммиграционный закон, иммиграционный новый. Но больше, чем я и чем наше издание, никто на тему иммиграции не пишет. Это наш конек, я поддерживаю, потому что я отлично понимаю, что по-другому невозможно. Потому что, например, вот еще Майкл Чертов, прибывший глава нашей Министерства национальной, он сказал тогда, что невозможно их отправить домой. У нас нет ни ресурсов, ни людей. Это сделать невозможно. Их нужно что-то решать вот сейчас. Есть сейчас вот такая подвижка. Я поддерживаю план, чтобы люди получили и гражданство тоже. Сейчас есть новая идея. С ней выступил Раев. Райан. Он предлагает другое. Он предлагает сделать так, чтобы этих нелегалов, им не давать возможности получить гражданство. А так растягивается этот период. Не-не-не-не. Он дал четко. Эти люди, 11 миллионов, получат грин-карты. Грин-карты, не дающие права на гражданство. Причем многие адвокаты, правосудисты и гражданцы, да, многие мексиканцы, им это гражданство дофени. Такое грубое, я скажу, слово. Это так оно и есть. Многим все равно. И он считает, что это будет подвижка. Хотя сами же демократы в Конгрессе, особенно латино-мексиканцы, это неправильно. Потому что оно может решить какую-то на время проблему. Потом появится такой класс американцев, у которых будет грин-карты, и не будет права на гражданство. И они опять начнут качать права, а дайте нам гражданство. Но вот в ситуации ныне, это вот новая такая идея, которую предлагает сейчас Райан. Возможно, к ней Обама тоже прислушивается. Оно может на время притушить эту ситуацию. Почему? Потому что гражданцы сейчас, они как самоубийцы. Им говорят многие, что если вы сейчас не пойдете на подвижки, на уступки латинос, вы будете вечная партия меньшинств. И это правда, потому что латинос, они численно растут, белая Америка численно сокращается. И мы это видим уже даже в выборы последние. Когда Вирджиния побеждает демократы, губернатор там, дважды Обама взял этот консервативный некогда штат Флорида, постепенно дрейфует в сторону демпартии. Выборы в Санкт-Петербурге. Впервые с 1975 года демократ победил на выборах мэра. Меняется состав населения. И если субликанцы к ним не как буш, он вышел как латинос и получил 40 голосов. Он пытался сделать что-то, чтобы они его поняли. То есть есть такая получается вилка для субликанской партии. Если вы их будете давить, вы их проиграете. Рискните. Они не такие уже либеральные, эти латинос. У вас нет выхода. Поэтому Райан сейчас предлагает такой выход. Он понимает, что... Хорошо. Что, чтобы не дать гемпартии новые голоса, а так и будет. Он предлагает сделать... Скажи, пожалуйста. Хорошо. Мы все разобрались с этим вопросом. Но вот ты в то же время еще и главный редактор газеты русской рекламы. Как ты думаешь, пресса на русском языке, на китайском языке, на каких-то еще других языках, не на английском, не на главном языке страны и испанском, может каким-то образом что-то делать, влиять? Ну, конечно, может. Мы же видим на выборах нижнего уровня все-таки. Может, конечно, влиять. Они ведь наши статьи поднимают и читают тоже наверху. Я тебе скажу. Например, когда было дело русских шпионов известное. Помните, когда было? Ну, постоянно эти дела. К нам пришел человек из Нью-Йорк Таймс, взял у нас интервью, и мы проявили впервые, я и Илья Мозерс, на страницах Нью-Йорк Таймс. Я излагал свою точку зрения. Она была стиражирована по всему миру. В России взяли все, и здесь многие взяли нашу точку зрения. Мы можем влиять. Они ведь читают, они ведь за нами наблюдают. У меня была, помню, статья еще... Звучит так, они за нами наблюдают. У меня такое ощущение, что есть инопланетяне... А вот я представлю. У меня была статья еще в русском слове, в 96-м, когда русские девушки даром не танцуют. Это была статья про гоу-гоу-бары, про... Не приезжают русские, идут танцевать. И потом мне сказали, что мою статью подняла АНС, понимаешь? Они прочитали об этом событиях, они подняли. Они это все смотрят на настроение наших людей. Русские, конечно, эмиграцию не особен. То есть вы практически, пресса работает для них? Нет, мы работаем и для себя. Мы же формируем мнение. Я стараюсь давать обратное мнение, потому что если взять русскую прессу, русскоязычную, то в ней, конечно, превалирует консерватизм. Ну, на такие настроения, что медреформа это плохо, эмиграция это плохо, медики-то только дармоеды. Мы даем другое. Мы стараемся показать, что медики получают не только дармоеды, что страхование идет на пользу среднему классу, что жилищные программы это необходимо. Ну, ты чувствуешь как бы действие, влияние или последствия вот таких ваших действий? Каким-то образом можно за этим последить или нет? Ну, конечно, но мне же люди звонят, мы общаемся по телефону. Я один из тех, меня очень любят со стороны, а кто-то и не любит. Сейчас, одну секундочку. Мы сейчас попросим показать номер телефона на экране, это прямой эфир, пожалуйста. Уважаемые телезрители, 201-461-1384. 201-461-1384. Звоните, пожалуйста. Вот видите, Михаил Трипольский, редактор газеты «Русская реклама», журналист, либеральный демократ, историк, он гость сегодня, он считает, что его любят. Я сказал, что и любят, и нет. А, и нет тоже. Конечно, но я очень много делаю полезного, у меня есть такая рубрика, вы нам писали, я отвечаю бесплатно, как адвокат, на вопросы людей, по иммиграции, по финансам, по разным. А разве ты имеешь такое образование, чтобы ты могла отвечать на вопросы? Как журналист. Как журналист? Никак. И это очень помогает, мне обходит целая, у меня масса писем, я стараюсь, у меня очень много писем, потому что я стараюсь людям помогать, им разъяснять. Конечно, человек мог бы сам выйти и узнать, человек как-то привыкает ко мне. Он не выйдет, не найдет, Миша, ответьте, пожалуйста. Я отвечаю, и по телефону я общаюсь нормально. Хотя меня начинают оскорблять, я сам могу хорошо. Но я из тех, которые очень вежливы, за что на меня люди любят, что я вежливо отвечаю, я с ними делюсь, разговариваю. Это моя работа, я теряю время. Знаете, что работают сверхурочные, чтобы люди это понимали. И всем ухожу, и в 8, и в 9. У нас такая специфика. И работаю по выходным дням. Это из того, что я человек либеральный, но вкалываю более, чем кто-либо, понимаете. Я спорю с теми, кто никогда не работал в Америке. Люди на Сесае, на Велфри, они консерваторы. А я работаю еще по 60 часов, я плохой, понимаете. Я коммунист и прочее. Ты хороший, сейчас мы вас слушаем. Ну, начнем. Массачусетс, Виктор, здравствуйте, Виктор. Доброе утро. Борис, мне очень понравилось, когда вы сказали, что газета у господина Трипольского не самая большая, а самая толстая. Но у меня вопрос к редактору русской рекламы. Вот вы сказали, что историк Велен Люличник – вас приятель. А почему у вас приятель свои просталинские понедельники печатает новыми региами, а не у вас? Вы что, за это деньги не платите? Хорошо, спасибо, Виктор. Раньше наш подъезд очень такой сборчивый. И он ему раньше, это мой товарищ, я всегда старался, чтобы он писал. Много я ему давать, конечно, не мог, там полполосы, полоска. Но вот сейчас так получается, что времена не самые хорошие. Он немножко сузил число авторов. И площадь, у нас было 400, у нас меньше страниц. Это от него, это не от меня. Я бы ставил Велену каждый день. Я Сталина не люблю. Мы с ним постоянно на этот счет с Веленом дискутировали. Мы с ним много лет выступали вместе на разных радиопередачах. Из детства выступали неоднократно. Но мы друзья, понимаете, мало ли что. Разные взгляды не означают, что мы должны быть врагами. Мы общаемся, мы два историка, которые стоят на разных позициях. Понятно. Ну тогда мы переедем в Нью-Йорк. Нелли, Нью-Йорк, здравствуйте, Нелли. Здравствуйте. Вот ваш товарищ сказал, что ваш гость сегодняшний сказал, что его любят и не любят. После сегодняшней передачи его будут просто ненавидеть. Это первое. Почему, почему, Нелли, почему? Почему, потому что... Веден, секундочку, секундочку. Веден сказал просто свое мнение. А теперь вы свое. Пожалуйста, я вас уважаю, товарищ тенсор, но, пожалуйста, дайте сказать. Пожалуйста. Значит, 11 долларов, которые сняли с пенсионеров, куда он дел их? Он нам одолжил их два года тому назад. Вы не надо со мной спорить. Это первое. Второе. Все суплайи людям, которые нуждаются, нуждаются, которые ходят и с них льется, он снял все абсолютно. Для чего? Для того. Я не верю. Он только бла-бла-бла. А этот товарищ, если он демократ, выгнать его оттуда. И все. Вы брешите. Ну, нет, нет, Нелли, мне как-то не очень нравится ваш тон. Мне кажется, вы слишком резко разговариваете. Поэтому, смотрите, для того мы приглашаем гостей, для того мы разговариваем, чтобы прежде всего мы узнали разные мнения. Если мы закроем уши и не будем никого слышать, как мы вообще разберемся в этом мире и сможем жить? На нас ведь, кстати, смотрят и дети, и внуки. Да. Так что, Миша? Ну, получается так. Люди немножко не понимают одного, что Обама, он снял по плану господина Райан, это глава бюджетного комитета Конгресса, Нижней Палаты. Он хотел снять вдвое-втрое больше. Просто сейчас идет сокращение. И те средства, которые даются на медикер, люди себя не представляют. Это одна из статей, которую эваканская партия собирается урезать. Обама сделал то, что он мог, он забрал. Он не может забрать Обама. Это все решает Конгресс. Ну, вот для этого, наверное, нужна пресса, которая бы могла четко сказать, господа, это Обама, а вот это не Обама. Конгресс выделяет средства на те или иные нужды. Обама смог, путем, сейчас был вот шатдаун, когда у нас не работало, если бы не его твердая позиция, господа Жанеля потеряла бы не 11, а может быть 311. Я так утрирую, потому что они требовали, сульканцы, жесткие статьи. Вот сейчас чайная партия требует, урежьте медикер, да нельзя. Хватит этих стариков-дармоедов. Они этого не понимают, что есть разные требования. Обама сделал то, что он мог. Он встал на пути, чтобы этого не было еще большего урезания. У нас сейчас проблемы, требуется сокращать бюджет. А вы не боитесь, что вы действительно вас чуть ли не врагом на нашей комьюнити сделали? Я выступаю с 95-го года, я знаю отношения к себе разных людей, понимаете? Это нормально, ты высказываешь свое мнение, лучше... А зачем подыгрывать? Надо высказывать и отстаивать свою точку зрения, и объяснять людям. Кто у нас следующий там у нас? Алло. Роман, откуда у нас Роман? Роман из Нью-Йорка. Нью-Йорка, здравствуйте, Роман из Нью-Йорка. Здравствуйте. Да. У меня вопрос к редактору газеты. Наряду с тем, что вы главный редактор, вы ведете еще раздел спорта в газете. Приходится. Я хочу сказать, что раздел спорта ваш никуда не годится. Что это за спорт, если вы пишете, что там один футболист развелся с женой, а другого футболиста ушла любовница, Шарапова... Я понял, я отвечаю. У нас есть рубрика, называется у нас специально сделали, это в рубрике спорт-мозаика. Это опять-таки, эта рубрика, она не о спорте. Это спорт-мозаика, она в себя включает именно вот такие вот скандальные, скандалы, интересные. Вот это я выдаю материал о Харламове. Кто я давал материал о бояк без правил? Это спортивная мозаика, специально, и он не собирается хозяйничать, его расширять. Вот то, что у нас спорт есть, там у нас полторы синички, он считает, что этого хватит. Это его право, он больше давать не хочет. И приходится там что-то о хоккее, что-то о футболе. Я никогда не даю заметки про разводы. Именно спорт, у нас есть рубрика спорт, а есть спорт-мозаика. Спорт-мозаика, там будет идти такое постоянно. Это его требование, я не могу с ним бороться, он так хочет, что там шли такие вот околоспортивные скандальчики или интересные материалы. Все понятно. Дан, Дан, Бостон, пожалуйста, Дан, вы с нами. У меня вот какой вопрос. Дело в том, что ваш уважаемый гость сказал, что... Михаил Трипольский, да, пожалуйста. Ваш уважаемый гость сказал, что вот Медикейд, это хорошо и правильно, что по Обама Кер дают в некоторых штатах Медикейд. Но дело в том, что по Обама Кер я проработал в Америке 23 года и в августе ушел на пенсию, потому что мне уже 66 лет. Так вот, по Обама Кер из Медикейд, который мне полагается, собираются в течение 10 лет забрать 500 миллиардов долларов и перекинуть их в Медикейд, именно для того, чтобы расширять Медикейд. А нам что делать тем, кто рассчитывал на Медикейд? Вот это мой вопрос. Я вам объясняю. Хорошо, да. Послушаем на Медикейд. Во-первых, Обама не забирает деньги с Медикейра как такового. Люди это не понимают. Он забирает с Медикейр-эдвентич. Это такая система, которая пришла в Медикейр 20 лет назад, это так. Они обещали, это частные компании, они не будут брать ни цента с дотацией, с субсидий на себя, будут сами делать свой бизнес. Но со временем эти вот компании стали брать очень много денег на себя. И получилось так, что сказал Обама, ребята, у вас частная корпорация, у вас Медикейд-эдвентич. Вы должны сами, если вы людей привлекаете к себе, мы вам уже не снимаем деньги, но не будет к вам прироста. Вы даже сами на рынке на себя работаете. Вы частные корпорации, работающие в этой системе. Вот этого он забирает, Обама. Что касается Медикейра, то наоборот, старики получат Обама Кер через 2 года, они смогут покупать лекарства совершенно почти бесплатно, только с доплатой. Сегодня есть такое понятие, как дырка от бублика. Чем покупает Медикейр Ди, ему помогают оплачивать первые 2 тысячи чем-то лекарства, потом наступает такой пробел, люди это хорошо знают. Ты сам платишь за лекарства, достигая там почти 6 тысяч, вам опять начинают помогать. Обама Кер это снимает, то есть через 2 года вся эта цепочка будет полностью покрыта. Вы будете покупать лекарства совершенно, но это только с этой доплатой. Хорошо, я хотел бы еще один звонок, очень давно ждет. Вот на это уходят деньги, понимаете, он их перебрасывает для вас же, не у вас, а на вас. Понятно. Хорошо, буквально Соня Чикаго, у вас есть 10 секунд, чтобы спросить. Соня, пожалуйста. Добрый день. 10 секунд, Соня. Окей, я хочу спросить одну вещь. Зачем иммигрантам, которые приехали нелегально в страну, зачем им разрешать здесь остаться? Все понятно. Соня, большое спасибо. Я же сказал, что даже наши правоохранные говорят, что мы не можем их, у нас нет ресурсов. Обама сейчас не приебами немножко... Нет ресурсов их отправить обратно. Ну, конечно, это огромные деньги. Арестовать, посадить самолет и так далее. Да, это огромные деньги. Поэтому они уже от этого отказались. Обама, у него стало даже больше депортации. Но это больше уголовников, людей, которые нарушают закон. Обама дал такое пожелание Мортону, главе ICI, чтобы не депортировали людей, которые не совершали уголовных денег. Это невозможно. Их так много, что нет вообще ресурсов. Нигде, ни у нас, ни у нас. Все понятно. Это неизбежно, господа. Михаил Трипольский, редактор газеты «Русская реклама», журналист, историк, либерал. С вами можно говорить много и интересно, я уверен. Огромное вам спасибо. Вы нас зарядили на следующей неделе и на конец года. У вас есть план какой-нибудь на следующий год? Что-нибудь такое особое? Хотелось бы написать что-то не только статью, но и хотя бы съесть написать книжечку. Так уже мечтаю, знаете, столько задумок. Я желаю вам хорошей книги, хорошего года и большое спасибо. Было очень интересно. Было очень интересно и с вами, уважаемые телезрители. Вы были активны, вы были очень интересными и я вам благодарен. С вами был Борис Тенсор и передача «Контакт по понедельникам». До новых встреч по понедельникам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Контакт по понедельникам.